Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского, жителям запребриковой цивилизации Полумьяна Привитальничкова и Степана Андреевича Бандеры. Так вот, я не зря передал Привитальничкова и Степана Андреевича Бандеры, потому что сегодня день, когда коммунисты, они же фашисты, в 1941 году осудили на смерть 8 июля 1941 года отца Андрея Бандеры. Бандеру. Это батька, это отец Степана Андреевича Бандеры. И вот кем он был? Это очень интересный человек, кроме того, что он вырастил такого знаменитого и достойного сына, который является примером для украинцев и который является одним из столпов нашей государственности, потому что, что бы там кто ни говорил и что бы там кто ни вякал, а Степан Бандера сражался за Украину. Да, он делал тысячу ошибок, я не спорю, но кто их не делает. Да, он очень неправильно, несправедливо поступил, поступал с поляками, да, я тоже с этим не спорю, но это была война. Я не оправдываю в этом плане ни его, ни польскую армию, которая там против него воевала. Точно такие же были. Но самое главное, что показал нам именно Степан Бандера, то, что он воевал как против одних фашистов, так и против других фашистов, которые называли себя коммунистами. И вот именно Степан Бандера показал, что для украинцев абсолютно нет никакой разницы между советами и нацистской Германией. Они абсолютно одинаковые. Просто для Степана Бандера это было очевидно еще в начале войны. Да, одних можно использовать, чтобы лупить других. Это абсолютно нормально. Тот же самый Советский Союз два года воевал на стороне Гитлера. И ничего. И сегодня они, видите, вот такие вот они рассказывают, как они без... Так это, знаете, не колеблясь, выступили против Гитлера. И все они такие были герои. Да только забыли, что с 1939 по 1941 год два года они воевали против Англии на стороне Гитлера. И против Польши. Забыли. Память отшибла. Но они же предпочитают не помнить или забыть, или переписать ту историю, где им не нравится. Так вот, Андрей Бандера, он был священником украинской греко-каталойской церкви. Он был довольно известным деятелем Захидно-Украинской народной республики. Он получил образование хорошее в Львовском университете. Он был войсковым капелланом. Он участвовал в нескольких войнах, особенно в Первую мировую войну. Он 1882 года рождения. Понятно, что ко Второй мировой войне он уже был человеком постарше. Ему было 58 лет. Он уже особого участия не принимал. Да и по большому счету для жителей Запада Украины, что одни были бандиты, что другие были бандиты. Еще на стороне польской армии можно было как-то там принимать участие в войне. А на стороне что Советов, что Германия, они абсолютно одинаковые. На чьей стороне там было принимать участие в войне, непонятно. Да, так вот, родили они Степана Бандеру в селе Старый Угрынев. Это на Ивано-Франкивщине. Где он и получил, собственно говоря, и образование, и все остальное. Но вот интересно, вот сейчас просматриваю биографию Андрея Бандеры. Вот понимаете, если человек занимал активную жизненную позицию, то у него вот просто куча-куча-куча всего. Да, он занимался в одной спилке, в другой спилке, в третьей спилке, в четвертой спилке. То есть, хотя, казалось бы, да, он жил в селе. Он не был каким-то там супер-пупер городским жителем. В то же время, человек принимал участие в стольких событиях, в таком количестве самых различных акций, которые в то время были. Хотя, казалось, ну, это был такой, знаете, далекий восток Польши на тот момент. И что там было делать? Нет, там была масса украинских обществ, масса религиозных, политических каких-то организаций, в которых можно было принимать участие. И он это везде, везде, везде принимал участие. И, конечно, молодец человек у него. Он воспитал прекрасных детей, Степана Бандеру, его других детей. Сейчас посмотрим, сколько их там, не столь даже. Самое главное, что он, как говорится, воспитал Степана Бандеру. Ага, вот. Значит, был Бандера Василь Андреевич, Бандера Александр Андреевич и Бандера Степан Андреевич. Получается, три брата. Так вот, когда захватили коммунисты, опять-таки, давайте вернемся, как же это все было. Как же коммунисты попали на запад Украины? Это была тогда Польша. Ну, при всех, да, Украина это Украина, но на тот момент она относилась, западная часть относилась к Польше. Каким образом туда попал Советский Союз? Я вам рассказываю. Они одновременно с фашистской Германией, с двух сторон, напали на Польшу. Нравится нам границы Польши на тот момент. Не нравится нам границы Польши на тот момент. Это были границы Польши. И в тот момент, когда СССР пересек границу Польши, да, получается, что он сделал то же самое, что сделала фашистская Германия. И с этого момента, собственно, и началась Вторая мировая война. Когда немцы напали с одной стороны на Польшу, Советы с другой стороны. А потом немцы еще напали на Англию. И потом Советы снабжали Германию, которая бомбила Англию. И снабжали ее чем только можно. Чтобы у них же, не дай бог, боезапас не закончился. Ну, вот. Собственно говоря, как-то так. Да, значит, они, Советы, арестовали отца Бандеры, Андрея Бандеру. Арестовали его 23 мая. Попал он в Кативню НКВС. Именно попал он. Что интересно, что его взяли не за то, что он делал. А его взяли в основном за то, что он являлся отцом Степана Бандера. А Степан Бандера был одним из основателей ОУН и так далее. Вот за это. В то же время он довел себя довольно достойно. Он заявил им, что я, как Ажевыхова, в двух, трех, дуже достойных сынив. Я кому пышаюсь и так далее, и так далее. Которыми я горжусь. И он ни в коем случае не пошел на сотрудничество с коммуняками, с их следствием. В результате чего 2 июля следствие было завершено. 8 июля его приговорили к расстрелу. Тогда, вы сами понимаете, это советский. 8 июля 1941 года. Это уже было в Киеве. Его перевезли в тюрьму НКВД в Киеве. И 11 июля расстреляли. Надо сказать, что расстреляли тогда почти всех, кто находился в тюрьмах НКВД. Что во Львове, что в Киеве. Перед тем, как коммунисты драпали, они уничтожили практически всех заключенных. Особенно политических. Тех вообще до ноги. Которые находились в тюрьмах НКВД. Всех. И когда немцы пришли, они очень долго пытались. Во Львове там люди пытались. Немцы открыли двери тюрьмы. Люди зашли туда. Там, конечно, ужас. Ижах. Они там расстреляли людей. Коммунисты. И люди лежали просто на улице. Где вот их там расстреляли. Кто в камерах, кто где. Вот. Они убили абсолютно всех. Немцы туда допустили. На тот момент Львовян. И вот. Они увидели такое. То же самое было в киевской тюрьме НКВД. И так далее. То есть. Перед бегством коммунисты уничтожили абсолютно всех. Но это. Это бесчеловечная орда. Такая же, как фашистская. Ну, ничем не отличается. И поэтому. Вы знаете. Преступления НКВД. Иногда даже ставили в тупик эсэсовцев. И уж точно послужили для эсэсовцев немецких каким-то, знаете, таким маяком, как нужно действовать. И им. И там непонятно, кто из них кого больше убил. Вот. Но то, что гражданских расстреливали и те, и другие. Это абсолютно не подлежит никакому сомнению. Вот в такое время жил отец Степана Андреевича Бандеры. Андрей Бандера. Слава Украине.